Здравствуйте! Новости 24 на телеканале ННТ-студии. Махач Курбанов. Короткий анонс о том, что будет в сегодняшнем выпуске новостей. Волшебный укол с морфином прямо в поликлинике. Сотрудники МВД выявили хищение наркотических средств в лечебном учреждении Каспийска. Проблемы и перспективы современной медицины. Владимир Васильев встретился со студентами и преподавателями Дагмедуниверситета. Закалка и жизнелюбие. Несколько правил о здоровом образе жизни ветерана Аксакала из Гунибского района в сюжете наших корреспондентов. В Каспийске медсестра и участковый врач поликлиники занимались хищением наркотических средств. Сотрудниками полиции на рабочем месте с поличным задержана старшая медицинская сестра, которая воровала ампулы морфина. Кому она по-доброму оказывала недобрую услугу, смотрите в следующем сюжете. С медицинской точностью и заботой в кабинете больницы медсестра вкалывает пациенту наркотик. Он не болеет, в морфине не нуждается, он просто знакомый женщины. А у нее сильнодействующего лекарства хоть отбавляй. Вот и решила поделиться. Только никто из них не ожидал появления полицейских. Я ее попросил, я говорю, да, вот смотрите, здесь эти флакончики стоят. Дело в том, что печень, это все, несколько дней мероприятия были различные, и поэтому попросил прокапаться. Мужчина подошел к своему организму с заботой. Как бы парадоксально это ни звучало. Морфин очищен от примесей и вызывает минимум побочных эффектов. Именно поэтому он предпочел его, а не другие наркосмиссии. А вот медсестра совсем не по-медицински, в ущерб здоровью пациента. Активно содействовала его пагубной привычке. Выписанные для онкобольных медикаменты женщина сбывала не по назначению. Я очень сожалею, что она сделала. Я взяла больную онкологическую. То есть, если я правильно понимаю, они были выписаны онкологического больного, да? Да. И в последующем вам использовались? Да. В чем вы раскаиваетесь? Да, очень. Ампулы небрежно валяются в урнах. Такое, в принципе, недопустимо. Препарат по правилам хранится исключительно в сейфах и выдается под конкретных больных. Но здесь о правилах не думают. Как ни странно, наркоманом оказался респектабельный 47-летний руководитель одного из ТСЖ города Каспийска. По факту возбуждено уголовное дело и ведется следствие. Хадижа Курбанова при содействии Министерства внутренних дел Республики Дагестан. Как отправить врачей в села? Современную спортивную площадку открыли возле общежития для иностранных студентов. Она построена в рамках проекта ДГМО «Территория здорового образа жизни». Это стал четвертый спортивный объект, сданный по данной программе. Девочкам баскетбольной команды вуза теперь есть где тренироваться. Нам по идее площадка очень понравилась и мы благодарны вузу, что они уделили внимание спортсменам, чтобы они дальше могли достигать своих целей, как бы поставленных, могли защищать честь вуза, показывать свои достижения. Далее в конференц-зале вуза обсудили важный для университета и республики вопрос по трудоустройству молодых специалистов. Обращаясь к студентам, Владимир Васильев напомнил о программе «Земский доктор». Мы сегодня с вами вместе обсуждаем проблему доктора сельскохозяйственного врача. Я вот прошу, дайте мне, пожалуйста, список, работайте неформально сельскохозяйственным врачом. Со всеми. Мы первослушаем, что кто-то, кто-то поедет в сельскую врачу. Мы должны оставлять, давайте рассмотрим. Огромное внимание уделяется улучшению качества медицинской помощи и повышению ее доступности не только в городах, но и в районах. Однако сменить городской комфортные сельские пейзажи молодые специалисты еще не спешат. По официальным данным, ежегодно в республике выпускают около 6 тысяч медицинских специалистов. Найти работу удается половине. Тем не менее, в среднем в селах бывает до 60 свободных вакансий. Программа «Земский доктор» призвана решить эту проблему. Я приехала с Москвы специально на родину для того, чтобы устроиться «Земским доктором». Во-первых, это и подмога в материальном плане. Многие люди могут, особенно молодые специалисты, решить много каких-то там жилищных проблем или материальных проблем. Благодаря этому миллиону. Речь идет о селе, все представляют себе что-то страшное, что-то нереальное. Ну, когда они уже увидят, столкнутся, что в принципе-то сельские больницы, они ничем не отличаются от городских. Васильев напомнил о необходимости проводить как можно больше высокотехнологичных операций в Махачкале, чтобы освободить людей от дальних и затратных поездок в другие города России. В общем, в дагестанской медицине есть куда расти и развиваться. И одна из главных задач в этом плане стоит и перед Медицинским университетом. Выпускать подготовленные профессиональные кадры, которые в перспективе будут работать в местных лечебных учреждениях. Луиза Раджабова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Около 160 мигрантов были доставлены в отделение полиции города Хасавьюрт в результате масштабного рейда полиции. Из них 107 мужчин, 14 женщин и 39 детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Большинство детей были доставлены в местную больницу. У них было обнаружено заражение в Шаме. Все названные гости республики являются гражданами Узбекистана и Таджикистана. У 24 иностранцев были выявлены нарушения правил и режима пребывания на территории России. За это они в скором времени будут депортированы обратно на свою родину. Они должны находиться здесь в рамках закона, на правовом поле. Начиная с нас и с мигрантов, мы все должны соблюдать российские законы. Если мы выезжаем в Узбекистан, мы обязательно там соблюдать. Но получается обратно. Они сюда приезжают, где хотят живут, на работу устраиваются без патентов, не платят налоги. Это все уже прошлое. Как миграционные функции, миграционные службы передали МВД, значит там требованы другие. Мотопредставление, нашиды и просто праздник для детей. Устроили представители строительной компании «Капиталстрой» совместно с дагестанским байкерским клубом «Блэк Иглс МС». Учащиеся Каспийской школы номер 6 такой перемены не ждали, но были приятно удивлены. Встреча выдалась познавательной. В непринужденной обстановке ребятам рассказали о духовно-нравственных ценностях нашего общества. И дети внимательно вслушивались в слова и отвечали на вопросы ведущего. Строительная компания «Капиталстрой» регулярно проводит подобного рода акции и сейчас запустила новый социальный проект «Вместе строим будущее». Организаторы считают дети подарок судьбы и сделать небольшие подарки со своей стороны считают долгом. В дальнейшем они планируют оказывать финансовую помощь детям из малоимущих семей. Плодотворный труд и здоровый образ жизни. Таких установок придерживается всю свою жизнь ветеран войны и труда Зайнудин Зайналов. На днях он отметил свое 96-летие. Но несмотря на довольно солидный возраст, он бодр и полон сил. О жизнелюбии Аксакала Гунипского района в сюжете по темат Ханаповой. Он пережил войну своих детей и многих товарищей. За свои 96 лет Зайнудин преодолел немало трудностей. Но несмотря ни на что, ветеран войны и труда не перестает верить в добро и дарить его людям, животным, природе. Вот и с котами у него доброжелательные отношения. Они радуют его простым своим присутствием. Он, в свою очередь, гладит, кормит и помнит даже тех, кто давным-давно ушли из жизни. Было у меня два кота. Один вот недавно умер. Долгую жизнь прожил целых 30 лет. Другой сразу же после его смерти начал болеть. Вызвал ветеринара. А он говорит бешенство у твоего питомца. Надо пройти лечение. Вот и от любви к нему неделю возил его к ветеринару. Вылечил. Любая потеря ощущается с болью в сердце, но горечь утраты со временем уходит, говорит Аксакал. Только смерти детей это не касается. Признается, хоронить их самое тяжелое, что пришлось ему пережить. Молодой сын погиб в армии, а вскоре потерял и двух дочерей. Написал сам заявление и ушел служить в армию. Нам, семье, ничего не сказал. Вот так его и убили. По потере кормильца выплачивали мне пенсию в размере 7 тысяч. Отказался. Хотел побыстрее забыть о горе. Все равно не удается. До сих пор зол на него, что ушел вот так в армию. 72 года. Трудовой стаж Зайну Дина. За его спиной около 50 государственных наград. Работал журналистом, учителем родного языка, занимался общественной деятельностью. Последнюю называет главным содержанием своей жизни, активности которой ему не хватает даже сейчас. Он по сей день очень любознательный человек. Каждую пятницу он с нетерпением прямо ждет, поджален, что пока ему принесут эти газеты, он будет их штудировать. Он будет просматривать, он будет все перечитывать внимательнейшим образом. У него один глаз он и не видит, у него второй глаз тоже слабый. Ему сказали не напрягать зрение доктора. Но все равно этот человек не может без этого. Гостям и собеседникам Аксакал всегда рад. Встречает он их на природе, в этой беседке. Чтобы не скучать, пишет Зайну Дин до сих пор стихи, журналистские статьи и публикует их в местной газете. Он очень хороший собеседник. Очень хороший собеседник. Несмотря на свой преклонный возраст, у него хорошая, я бы даже сказала, отличная память. Он о своем прошлом может рассказать, как будто с ним это происходило вчера. Это сейчас он опирается на Клюку, а в далеком 43-м, будучи совсем юным, добровольно ушел в специальный батальон Гунипского района. Направлен он был против диверсионных групп. О работе этого отряда тогда никому ничего не было известно. Не знал никто и о участии в нем Зайну Дина, даже члены семьи. Защищали родину от бандитов, воров и дезертиров. Работать приходилось очень в трудных условиях. Спали в верхней одежде, так как могли в любую минуту отправиться в поход. Особенно трудно бывало зимой. Приходилось идти пешком с оружием и продуктами на руках. Бандиты и шпионы могли быть в любом месте. Отчего и требовалось быть всегда на чеку. У ветерана много фотоальбомов. Среди этой экипы есть у него и избранный. В нем он хранит снипки самые сердцу дорогие. Фотографии – это память для Зайну Дина о пройденном пути, для остальных о нем, как о честном, добром и справедливом труженике. Патимат Ханапова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, новости 24, Кунипский район. Футболисты Анжи начали подготовку к выездной игре против Краснодара. После пяти выходных дней желто-зеленые собрались в Махачкале, где тренируются на Анжи-арене. Вечернее занятие продолжалось около полутора часов и включало в себя разминку, комплекс упражнений на координацию, а также серию мини-игр. К общей группе пока не присоединились перенесшие травмы Кулик и Андуа. Также нет с командой Игамида Агаларова, который был вызван в молодежную сборную России. Тренировки на домашней арене продлятся еще неделю. Игра с Краснодаром состоится 31 марта. На этом у нас все. Смотрите также нас в YouTube и в Instagram. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова